Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана и у нас с вами сегодня новый мукбанг. У нас с вами сегодня обед. На обед у меня домашние пельмешки, значит, такой некий соус, чеснок, сметана, майонез и такой покупной салат, который довольно часто покупал в Семске, когда жил, потом что-то прекратил покупать. Хотя он очень вкусный, я знаю, что вы будете спрашивать. Называется фирма «Лучшие рецепты». Тут у меня кабачки в томатном соусе с овощным фаршем, называется. В общем, давайте начнем. Плюс у меня еще водичка и, конечно же, хлеб. Мадьяр без хлеба – это не мадьяр. Давайте начнем. Пельмешки домашние или перец мамочкой, там, не знаю, сколько, пару дней назад. В общем, они такие свежие, короче. Макаем соус. Вроде как отварил пельмени, как всегда, но что-то получилось маловато. Ну, ладно. Не стал сверху доваривать. Они все остынут, сверху горячие, снизу холодные, короче. Так, салатик. Что я его прикатил покупать, не понимаю. В общем, ребят, спасибо всем за добрые слова. Так записывается вообще? Записывается. Спасибо всем за добрые слова, за поддержку. Под прошлым видео пару человек написали, что Мадьяр еще на месяц пропадет. Вот я решил, как бы, реабилитироваться в ваших глазах и пропасть только на две недели. Сейчас у нас час дня. Сразу отвечаю на популярный вопрос. Пост я не держу, урозу. Ну, уроза, да? Если вы увидите такой супер-маркет у себя в городе, возьмите, не пожалейте, лучшие рецепты кабачки в томатном соусе. У меня все, как говорится, по-старому. Ну, инстаграм, съемки, реклама, сторисы, она умна. В общем, такая, так сказать, блогерская жизнь. Блогерская жизнь, которую мы заслужили. Вот. В Астану пришла весна все-таки. Ну, наверное, во многих городах пришла весна. Пока не забыл. Кстати, ребят, это мой первый айфон. Айфон 6s или 6, не помню. Это мой первый айфон, который я купил. Потому что до этого у меня были, знаете, такие телефоны. Фиг пойми какие. Куплены с рук. Ну, денег не было. А телефон-то нужен все равно. Тогда, хотя соцсети не были так развиты, да? Ну, все-таки. Для связи даже. И это я покупал там с рук телефоны. В смысле, БУ. Так, соусом. Отвал башки, ребят. Что-то я... И такой соус давно не делал. И такой салат не брал. Что-то я все подзабыл, короче. В общем, хочу вам пару фильмов порекомендовать. Я специально заскринил со своего этого актуальной истории. У меня в Инстаграме есть такая папочка. Чтоб, как бы, не забыть. Первый фильм. Просто я его... Он мой стал один из любимых. Наверное, вы про него много раз слышали. Это фильм «Писатели свободы». 90... Вру. Короче, 2000 какого-то года. 2007, по-моему. Ой, бляха, муха. Ну, что такое, а? Ем как не знаю кто. Вот «Писатели свободы». Это просто стал одним из моих любимых фильмов. Надо будет футболку в стиралку, ну ладно. Вот. В главной роли играет Хилари Сунг. Ну, вообще, весь актерский состав просто бомба. Так что, если вы не смотрели... Хотя фильм «Стали» сравнительно. Рекомендую. Я не стану рассказывать сюжет. Там всё вы можете зайти в гугл, прочитать. Ну, в общем, посмотрите. Очень рекомендую. Потом второй фильм. Называется «Человек-невидимка». Фильм 2020 года. Как я понял, фильмов таких... Человек-невидимых, так сказать... Несколько. Про другие не знаю. В общем, я смотрел фильм этот. 2020 года. Блин, там настолько такой, знаете... Как сказать, такой... Сюжет такой... Динамичный. Который держит реально в напряжении. Посмотри. Человек 2020 года. У меня туда пельмень провалился. Вот когда забываешь форточку закрыть перед съёмками... Начинается сразу эти машины ехать. Под прошлым мукбангом... Пару человек написали... Мадяр, вырубай. В следующий раз холодильник. Я холодильник вырубаю. Это у меня так шумит лампа. Я её покупал, когда ещё жил в Семске. Но вот такая лампа у меня пока что есть. Так что извините, если вам... Так сказать, лишние шумы мешают. Я помню, какие-то молодые парни и девчонки... Занимались этим бизнесом, видно. Думаю, ну с Китая, наверное, откуда ещё? Но сейчас в Китае всё производят, правильно? Так, следующее. Мне же не один, не два фильма. Фильм, друзья, на свою голову. Я не помню, про него я рассказывал, не рассказывал. В общем, французский фильм. Комедия. Но в комедии через такой лёгкий жанр передаёт очень такую сложную тему. Это зависть между друзьями. Там так классно показано, что дружат две семьи. Ладно, сюжет уже расскажу. Дружат две семьи. И... Самая тихоня из них, самая такая... Как бы... Не претендующая на душу компания, да? Которая там... Такая скромненькая. Она пишет книгу, которая становится бестселлером. И всё начинается тут меняться. Её отношение с мужем, её отношение с друзьями. В общем, прикольно показано. Ну, в этом что-то есть. Так, добавка просится к салату. Ладно, хватит. А то совсем уж... Камера в лицо, лицо в камеру не вмещается. Вот такая там ситуация получается. Хотя, знаете, это очень... Мне кажется, для нашего времени очень... Такая проблема... Распространённая, да? Как люди отреагируют, если ты начинаешь добиваться успеха? Серьёзного, да? Во всем плане. Ну, давайте говорить про карьеру и про деньги, да? Изменится ли их отношение к тебе? Твоё отношение к ним, да? Но я всегда говорил, что я думаю, что деньги... Они не портят человека. Они просто раскрывают его натуру, которая была и до того, как он стал денежным, богатым, да? Обеспеченным, по крайней мере. А чтоб деньги прям испортили. Он просто такой был. Просто он либо это скрывал, либо он ждал своего, так сказать, в кавычках звёздного часа. Вот и всё. И опять-таки, знаете... Когда начинают втирать про белую зависть... Никакой белой зависти, как я думаю, не существует. Есть зависть, она одна, корень у неё один. И всё. Ты хоть там что сделай, но эта зависть, она будет внутри тебя. Другое дело... Лишь и зависть, она тебя как бы мотивирует, да? Ну, например, там вот я смотрю в Инстаграме или в Ютубе за кем-то, да? И кто-то снимает смешные ролики. Например, да? Про себя говорю. Ну, снимает он их не один раз в три дня, как я и тогда говорили. Один раз во дня. А каждый день. Нужно мне призадуматься. Или... Нужно мне призадуматься. Вот из этой серии, понимаете? Например, я... Не знаю. Я не помню таких случаев. Может, они и были. Я про них забыл удачно, да? Что я прям кому-то завидовал так. Мне кажется, если ты так можешь делать, начинай и делай. Не можешь, прижми поп. Не завидую, не сплетничай, не... Так говорится, хай человека, да? Ну, все. Напишите в комментариях, как вы считаете. Если белая зависть. Зависть, она мотивирует человека или наоборот, разрушает его. Как вы считаете? Так, я за хлебом подожду. Я как будто забыл, какой у меня аппетит. Я все так помаленьку положил почему-то. Вот, вот такие вот делишки. Настроение хорошее. Сравнительно недавно у меня будет день рождения. Ну, как недавно. А давайте, кто первым напишет мою дату рождения. Кто напишет? Напишите. Кто помнит? Я много раз... На стримах об этом говорил, может, что-то запомнил. Чеснок, майонез и сметану, это просто пища богов. Соус богов. Сейчас мне надо быстренько отредактировать, чтобы вечером уже это видео посмотрели. Как вы думаете, хорошее сочетание картошки-пюре с жаренными сосисками? Как думаете? Если бы я сейчас был в садике, мне бы похвалили, что я все съел. Пельмешки были безумно вкусными. Домашние. Соус, салат просто обалденный. Так что, смотрите фильмы. Пишите мне хорошие, добрые комменты. Ставьте лайки. Вот такие вот дела. В общем, сегодня я собой горжусь, потому что я с утра встал, дома тела переделал, ванную помыл, перемыл, так сказать. Снял дворился, прикольно, как мне кажется. И сегодня вот, еще если загружу видео, вообще красавчиком буду. Ну что, друзья, вот такой вот мукбанк получился. Спасибо всем вам за добрые слова, которые вы мне пишете под каждым видео. Процветание, здоровье, благополучие вашим семьям. Те люди, которые умеют делиться добром даже на словах, вот самого вам наилучшего. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте благополучны. А мы с вами увидимся в следующий раз. Надеюсь, не через две недели. Надеюсь, не через... Сколько? Месяц, да? У меня не было в прошлый раз. В общем, надеюсь, в ближайшем будущем, назовем это так. Всем пока-пока. Удачи. Пока.